Ещё один ответ на вопрос от Сергея Красникова, это уже в моей группе, он задавал вопрос, как в октан включить тесселяцию волос Ornatrix, потому что длинные волосы через новый The Tail и так имеют детализацию равную 30, и неохота нагружать в V-Port. Во-первых, в V-Port и не нужно нагружать, потому что в Ornatrix есть дополнительная опция, сейчас я её покажу. Допустим, у вас есть какой-то такой объект Ornatrix, его расчесали как-нибудь, он низкодетализированный, естественно. И давайте я ещё сейчас увеличу, наверное. Так как низкая детализация, естественно, допустим, тоже Freeze, те же Freeze волоски, например, если назначить... Так, Ornatrix, Freeze... А здесь, допустим, добавить Amount на 0, но Some Outliers сделать побольше и мы видим такой момент, если запустить сейчас октан... Чтобы в HereFromGuides включить естественно IPR-Undercount и запустить IPR. Мы видим такой не очень момент. Сейчас я уменьшу, чтобы было более естественно. А вот кривые волосы какие-то там. И это не очень интересно. Хочется как-то детализацию улучшить. В Redshift есть этот момент, как и упрямлено у Сергея. Там есть своя дисселяция, она настраивается... MintPixelWidz, по-моему... Ну, короче, что-то там есть такое. Я уже забыл. И в Актане этого нет. И чтобы это исправить, в Ornatrix есть, естественно, DetailModifier. Вот он. И если его в Юпорте, то достаточно 30. При этом Вы можете поставить 15. И этого будет достаточно. Но, допустим, для каких-то длинных волос, да, 30. Потому что так их удобнее расчесывать. И, допустим, после DetailModifier назначить какой-нибудь EditGuides. Расчесать более аккуратно, да, сделать более плавными. То мы будем видеть плавность. Но, допустим, не хочется нагружать Юпорт. И мы расчесали таким вот образом, без всяких 1х. То есть, есть Detail, есть значение 15. Или даже 10. И хочется на этом остановиться. То здесь есть RenderPointCount. Который можно поставить даже 100. При желании. У меня, допустим, в уроке с дредами. Который в мае был. Кому интересно, ссылку скину в описании. Там даже до 1000 доходило значение. То есть, на Render не нужно бояться. Это та же самая тисселяция, как в RedShift. То есть, можно ставить большие значения. Ну, главное, не переусердствовать. И потом, просто в Octane, если запустить. Мы увидим более влажный вариант. Причем, Octane, по-моему, сейчас не поддерживает. Как я заметил. Но, обычно, вот этот RenderPoint. Хотя, стоп, подождите. Если просто рендерить. С помощью Octane. Он должен поддерживать. Если не поддерживает, то вписать надо в поддержку. Так, рендерим. Вот, он поддерживает на рендере. В Hyperion не поддерживает. Этот момент. То есть, смотрите, если я поставлю 10. То мы видим вот эту непонятную ребристость. Все эти моменты некрасивые. Если ставлю 100. Тут, наверное, даже 30 будет достаточно. Сейчас проверим. Вставляем 10. 10 будет достаточно, я думаю. Делаем Render. Все. Как видим, сглаженный результат. Все окей. Никакой ребристости. Если где-то возникает, то просто увеличиваем это значение. Или все же добавляем там чуть-чуть больше. В Hyperion максимум 30. Этого будет достаточно. И сглаживаем. Если сверх длинные волосы, то уже, конечно же, 70. Ну, как иначе. Вот. Как-то так. То есть, если очень длинные волосы, допустим, я сейчас их увеличу. И хочется их как-то аккуратно расчесать. То здесь ставим для начала 30. Назначаем Edit Guides. Пробуем расчесать с тридцаткой. Вот уже более плавные. Так, стоп. Я сейчас... В принципе, 30 хватает для таких волосков. Если не хватает, то чуть-чуть больше ставим. Но не забываем, что Detail... Ну и когда расчесали, то еще один Detail назначаем. Здесь уже на Render ставим 70. А здесь оставляем 30. Вот. И после чего делаем в самом Detail Bake. Получается Backing Guides. И пробуем рендерить октаном. Да, все окей. Все рендерится, все аккуратно. Вот так вот. Еще раз проверим. Если какие-то изгибы, то просто правим гибы и все. Если ладит геометрия, то помним, что после Change Vids есть Push Away. Все. Теперь рендерим, проверяем. И видим, что все окей. Просто нужно сам эту маску настроить. И тогда будет круто. Как-то так. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.